Привет! Я Наталья, и я продолжаю разговор о комнатном цветоводстве. И моя новая информация для тех, кто предпочитает удобрять цветы органикой, либо очередовать органические удобрения и минеральные. Вот. Оказывается, что наряду с лидерами, лучшими удобрениями органическими, то есть конский навоз, коровьи и птичьи, вот наряду с ними, можно прекрасно использовать помет улиток. Улитка. Вот. Я вам сейчас показываю охотину. Конкретно это охотина фулика. Детеныш трехмесячный. Они вырастают большие, очень большие, во всю ладонь. Вот. Но не важно, какого они размера. Важно то, что сейчас эти улитки есть у многих детей. В основном дети их разводят. Вот. И если вы найдете кого-то, допустим, по соседству, или, может быть, ваш ребенок держит их, они себя гордо называют заводчики, я заводчик улиток. Вот. Вы можете прекрасно этот помет использовать. Он не очень концентрированный, то есть просто заранее, чтобы вы уже знали, чтобы вам не пришлось много экспериментировать. То есть, скажем, если мы знаем, что помет птичий очень концентрирован сильно, да, его надо очень сильно разводить, да, то улиточей нет. Он действует на растение мягко, и его можно класть много. То есть, вы можете собрать экскременты просто в домике, в террариуме, где живут улитки, на стенках, да? Я где-то читала и слышала, что надо собирать пинцетом, вот эти вот все какашки. Ну, собирайте пинцетом. Бога ради. Собирайте чем угодно. Вот. Растворяйте в воде. И поливайте растения. Либо можно взять грунт, в котором они живут, и просто этот грунт использовать в цветы. И все. Вся недолга, как говорится. Собственно, это все, что я хотела сказать. Мне очень нравится результат. Сегодня приходила женщина, и она приходила вот за пеларгонией душистой, спросила, чем подкармливаю. Ну, она взяла вот не такое, а побольше, и одну совсем большую освободила мне тут кучу места, чему я несказанно рада. Чем подкармливаете? И я призналась, что вот улитки, она не знала, что у меня они дома, спрашивала, где вы покупаете? И я предложила поделиться с ней. Она была очень рада. Меня это вдохновило на то, чтобы рассказать, поделиться с... Позирует девушка наша со зрителями такой вот информацией. Мне эта информация показалась достаточно, ну, такой, не пустой. По крайней мере, это удобрение доступно. Оно всегда под рукой. Оно не вызывает аллергии, и оно не пахнет, что важно для многих. Ну, вот, мне, например, коровий навоз совершенно не мешает. Я люблю запахи деревни. Вот, почему-то. Меня всегда в деревню тянуло. А некоторым не нравится. Для них проблема развести такой навоз дома, подкормить все цветы, и потом это нюхать. Вот. А с улитками ничего такого нет. То есть запах, конечно, есть, но его, наверное, чувствуют только улитки. Для человека он совершенно нечувствителен. Вот. И еще хочу рассказать, как бонус, один маленький казус. Вот я подкармливала этим пометом все цветы. А поскольку я улиток кормила помидорами зимой, то у меня из всех горшков полезли помидоры. Вот. То есть семена томатов, получается, что прошли в кишечнике улиток обработку ферментами. Вот авокадо у меня здесь растет. И прямо рядышком с этим авокадо вылезла помидорина. Я вовремя не заметила, и она у меня вот так разрослась. Вот. Ну, теперь я уже не буду ее уничтожать. Прошлым летом было то же самое. Весь балкон зарос помидорами. И я эту ботву использовала помидорную. Просто для... Ну, настой делала, чтобы цветы опрыскивать. Для профилактики на всякий случай. А одна помидорина разрослась, вот такенная, большущая. И я потом находила плоды на подоконнике. То есть она наклонилась куда-то за горшки. И там помидоры завязались и вызрели. Где-то уже ближе к октябрю. Ну, собственно, все. И она ничем не болела, кстати говоря. Эта помидорина. Там не было ни фитофтора, ни что там еще бывает. Фузариоз, по-моему, на помидорах. Если я не ошибаюсь. Да, я не особо по овощам. Вот. Ну, вот так вот. То есть, представляете, вот эти вот семена, они... Если вы соскучились по моей улитке. Эти семена получили в кишечнике улиток очень хорошую обработку. Ну, вот. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok